В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Тем не менее, возьмем все-таки несколько секунд для того, чтобы сообщить, что постоянного соведущего этой программы Максима Курникова нелегкая журналистская судьба забросила в предрождественский Париж. А если я не ошибаюсь... Завидовать не надо. Нет, мы не завидуем, мы на самом деле сочувствуем. И даже не столько мы сочувствуем, сколько мы ждем его возвращения не далее, как уже к следующему эфиру в следующий вторник. Это к вопросу о том, что вот это вот нынешнее наше, так сказать, положение не есть постоянное, хотя мы с Никитой тоже уже видели несколько... Дублирующий состав всегда должен быть. Ввели несколько эфиров и как-то вроде все проходило. Достаточно удачно. Возвращаясь, или точнее говоря, переходя к нашим с вами событиям, не новостям. То, о чем мы с вами будем говорить сегодня, легко распадается на три, я бы сказала, традиционных наших блока. Война, репрессии и законотворчество, или государственное насилие во внешней политике, государственное насилие во внутренней политике, и изменение законодательных норм. Значит, что касается внешней политики, которую мы не любим, потому что от нее никогда никакой пользы, а один вред и убытки. Насколько я поняла из предыдущего новостного выпуска, который предшествовал нашему эфиру, закончилась встреча высоких переговаривающихся сторон. В общем, понятно более-менее было, что к этой встрече должна быть подготовлена, скажем так, максимальная эскалация, опять же, с обеих сторон для того, чтобы встреча выглядела значимой, для того, чтобы у нее были какие-то результаты. До этого никакой разрядки не должно было наступить, а наоборот, так сказать, напряжение должно было расти и расти, как, знаете, в фильмах ужасов. Звучит тревожная музыка, и вот напряжение делается почти невыносимым, и тут, значит, два мировых лидера, пожимая друг другу руки виртуально, и, глядишь, как-то, так сказать, напряжение отступает. По крайней мере, это, что называется, предполагаемый сценарий, из чего не следует, что именно он в этом случае реализуется. Может, они сейчас выйдут, скажут, знаете, ни до чего не договорились, наверное, все-таки придется нам повоевать. Значит, с точки зрения политической науки, что тут можно единственное, что заметить? Мы тут никакими, опять же, пророчествами не занимаемся, сегодня будем говорить о тех людях, которые занимались пророчествами не без успеха, но мы не такие. Но известен нам, и, кажется, даже звучал в наших эфирах, так называемый принцип Хендрикса. Принцип Хендрикса вычисляет корреляцию между внешнеполитической агрессией государств, для которых основной экспортный товар – это углеводороды, и ценами на эти самые углеводороды. В публике он известен как принцип «воюем выше 77 долларов за баррель». Значит, он изучил 152 государства, которые называл петрогосударствами, то есть такие, у которых больше 10% их экспортного, всей экспортной продукции составляют сырые углеводороды. И заметил следующее. Значит, если цены на нефть выше 77 долларов за баррель, то петрогосударства агрессивнее, чем их соседи с иным типом экономического устройства. Если цены на нефть находятся в коридоре между 77 и 33 долларами за баррель, то агрессия петрогосударств и не петрогосударств не отличается ничем. Если опускаемся ниже 34, то петрогосударства более мирные, менее агрессивные, чем их соседи, опять же, с иной экспортной структурой. Хедрикс ничего нам не сообщал про цены на газ, но нельзя не заметить, что и по нефтяным ценам, и по ценам газовым мы находимся, в общем, в том состоянии, когда эти самые петрогосударства ощущают некоторую такую неадекватную самоуверенность, так сказать, любовь к своему собственному могуществу, когда ресурсная база их кажется им неисчерпаемой, поэтому они могут позволить себе некоторые фантазии. Опять же, из этого ничего не следует обязательного в практическом смысле, но, что называется, держать это в голове, мне кажется, полезно. Повод задуматься. А в остальном мы с вами уже говорили, что какая бы ни была у нас война, так сказать, гибридная и прочее, так сказать, ведущееся частично воображение, частично в реальности, нас с вами от наших обязанностей никто не избавит. Даже если SWIFT, не дай бог, отключат, все равно надо будет лечить больных, учить детей, мыть посуду, это будет менее удобно делать, все, включая мыть ее посуды, но делать это все равно придется. А, значит, далее, о чем еще мы с вами собирались сказать на прошлой неделе, но поговорим об этом на этой. Это о дальнейшем развитии того, я бы сказала, конгломерата уголовных дел, который получил известность как дело Раковой, либо дело Шанинки. Значит, что у нас там происходит? Значит, ну, смотрите, на прошлой неделе появилась информация о том, что одна из фигурантов дела, Кристина Крючкова, бывший исполнительный директор Шанинки, переведена под домашний арест. Это, судя по всему, подтвержденная информация. Одновременно с этим появилась информация анонимная и, в общем, не подтвержденная пока мест ничем, что это произошло в обмен на данные ею, как это называется на омерзительном следовательском сленге, признательные показания. Значит, признательный, это вообще не обозначает совершенно не это, значит, выражающий признательность. Ну, некая сделка со следствием. Да, совершенно верно. Такого рода сообщения чрезвычайно похожи на традиционную хитрость стороны обвинения, который состоит в том, чтобы различными вбросами деморализовывать остальных участников всего этого процесса и внушать им мысль, что все, значит, уже их сдали, поэтому им самим нечего особенно держаться, а лучше признать свою вину и, таким образом, сменить меру пресечения на более мягкую. С точки зрения теории игр, эти все невеселые, так сказать, соотношения выражены в известнейшей дилемме заключенного. Мы с вами тоже о ней в эфире как-то говорили. 3 декабря состоялось очередное заседание суда Тверского районного по апелляции на меру пресечения Сергея Зуева, ректору Шаненки, и там на домашний арест судья не пошел, арест его продлен на три месяца. Мы сейчас не будем говорить о гуманитарной составляющей этого дела, об этом сказано было, а достаточно, если я могу от этого абстрагироваться, а это ректор моего вуза, то, дорогие слушатели, наверное, тоже могут сделать над собой это нравственное усилие. Поговорим о стороне процессуальной. Значит, смотрите, судя по необходимости продолжать держать всех фигурантов дела, кроме одного, в СИЗО по-прежнему в этом деле не то, чтобы есть какой-нибудь замечательный материал. Значит, когда все более или менее доказано, даже на том уровне качества доказательств, которые рассматриваются российскими судами, то, в общем, нет никакой разницы для следствия, где сидят эти самые их клиенты. Но если не совсем ничего нету, или, по крайней мере, есть мало, то, конечно, хочется получить какие-то, так сказать, самооговоры, показания одного на другого, и тогда как-то вот это дело худо или бедно сошьется. Судя по тому, что мы уже знаем о, так сказать, содержании всего этого конфликта, который привел к этим уголовным делам, там речь идет действительно о больших деньгах, которые никак не связаны с Шанинкой, а связаны с, с одной стороны, над проектом образования, с другой стороны, с рынком учебников. Это действительно деньги огромные. Поэтому такого рода демонстративность призвана показать, что вот эту вот, так сказать, долю рынка никто не может отобрать у тех, кто считает ее своей по праву. То есть это такие, так сказать, межелитные войны с жертвами среди гражданского населения. Осколки же летаются в разные стороны. Вроде того, да, да, такие вот, так сказать, casualties происходят. Значит, что еще здесь, мне кажется, важным или полезным, по крайней мере, что заметить? Смотрите, мы когда говорили с вами как раз об элитах и о том, какое положение они занимают и какова их роль в политических изменениях, мы говорили о том, что они по своей природе занимают наилучшее социальное положение. Поэтому они никогда не могут желать ничего, кроме сохранения этого своего положения. Если возможно, расширение своей ресурсной базы, если невозможно, то хотя бы сохранение передачи по наследству. Но если бы все желания элит неизменно исполнялись, бы политические изменения никогда бы не происходили. Почему они при этом происходят? Значит, вот смотрите, перед этим заседанием 3 декабря, о котором я упомянула, было опубликовано письмо нескольких сотен деятелей академической науки, в том числе четырех нобелевских лауреатов, включая нашего лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, которые обращались к Москальковой и, в общем, призывали смягчить меру пресечения, апеллируя к гуманитарным ценностям. Значит, письмо, как мы видим, не произвело никакого действия на суд. Более того, представители Москальковой приходили в суд и не были допущены. Интересно. Интересно. Несколько недель назад на другом судебном заседании, связанном с делом Магомедовых, небезызвестным, о котором уже немножко подзабыли, оно продолжается. Значит, приходил Геннадий Тимченко, тоже, в общем, человек уважаемый. Вот, сидел в очереди и не был допущен в зал суда. Значит, что это все, так сказать, зачем такие вещи делаются? Мы обращаем внимание традиционно на, так сказать, репрессии против тех людей, которые нам близки социально. При этом то, что там бывший министр Абазов продолжает сеять в СИЗО, сенатор Шпигель, помните сенатора Шпигеля? Его подельник, бывший губернатор Пензенской области, другие губернаторы, мэры уже без счета, про которых более-менее тоже позабыли, кроме тех, кому это все непосредственно относится, сенатор Арашуков и его отец, по-моему, да? Значит, все эти люди в СИЗО продолжают находиться. Вообще, заключение в СИЗО осталось, я бы сказала, ключевым и почти единственным инструментом как внутренней политики, так и инструментом экономического передела. Так вот, причем здесь... Ну, хотели бы, вернули бы ссылку, например. Причем здесь элиты и их пожелания. Значит, вот, казалось бы, каким образом элиты могут желать перемен, когда у них так все хорошо, особенно когда цены на углеводороды такие высокие? Так вот, они могут желать заключения какого-то такого пакта, который обеспечит им минимальные гарантии неприкосновенности личности и собственности. Такого рода гарантий бывает двух видов. Первое, это характерные для общества, скажем так, традиционных, это сословные привилегии. Второе, это rule of law, власть закона. Значит, мы находимся в счастливом положении отсутствия и того, и другого. Вот эта вот всеобщая, скажем так, репрессивность является вывернутой пародией на власть закона. При таком порядке нет неприкасаемых, как это называется, да, или, точнее говоря, неприкосновенных к вопросу о правильном словопотреблении. То есть нет никого, кто был бы гарантирован от, так сказать, преследований за свои преступления. Это, что называется, правопорядок здорового человека. Правопорядок курильщика состоит в том, что мы видим. Нахождение в элитах не гарантирует вам безопасности. Более того, существует очень занимательная статистика, правда, только от 2018 года. Но я думаю, что если ее освежить, общий принцип не изменится. Который говорит, показывает, эта самая статистика, насколько повышаются ваши риски по мере вашего продвижения по социальной лестнице. То есть у нас ни одного не наблюдается, ни наблюдается ни другого. В этом отношении, конечно, грустно смотреть на элитные группы, которые за 20 лет не сумели добиться хотя бы законодательного запрета на досудебный арест по обвинениям, не связанным с насилием над личностью. Это, в общем, можно было бы устроить. Как бы вот и не таких вещей добиваются, когда некоторый, скажем так, консенсус интересов находится в элитах. Но пока его не образовалось и пока мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Ну, а здесь мы прервемся на короткую рекламу. Никуда не переключайтесь. Нас тут поправляют, что Тимченко все-таки будет опущен. Есть расшифровка на новой газете. То есть все-таки пустили его. Помариновали немножко и пустили. Да, но, собственно говоря, вопрос-то не в этом. Вопрос не в этом, да. На судебное решение. Это же как и по реалу, да. Да. Программа Екатерины Шульман. Статус. Статус продолжается и продолжается первая рубрика «Не новости, но события». Завершая тему, о которой мы говорили до перерыва, действительно, тут нас поправили по поводу уважаемого человека Геннадия Тимченко. Пустили его, оказывается, в судебный зал. Но поинт-то не в этом, а в том, что это не оказало никакого влияния на судебное решение. Точно так же, как письмо академиков и нобелевских лауреатов не повлияло на судебное решение по Сергею Зуеву. А почему, кстати, последнее, что скажу, писать такие письма, тем не менее, полезно? Они дают возможность подписантам осознать свою субъектность. То есть осознать себя частью некоего сословия, некой группы, у которой есть общие интересы, и которую эту группу государство не слушает, не любит и интересы ее не учитывает. Это такой, что называется, реалити-чек, который полезен. Как известно, в политическом пространстве не существует того, что не объединено. Поэтому рассеянные, так сказать, работники профессорско-преподавательского состава не представляют собой политического субъекта. А вот объединенные на базе общего, так сказать, недовольства, в общем, могут им, по крайней мере, стать. Это полезное упражнение. Примерно так. Итак, переходя к любимому нами законотворчеству. И также, как это, законотворчество и связанные с ним протесты. QR-коды. Два правительственных законопроекта о QR-кодах. Не устаем за ними следить. Каждый день что-нибудь новое и интересное. Значит, на каком они сейчас находятся этапе? Они находятся на этапе рассылки. Первое чтение по-прежнему намечено на 16 декабря. И начинают приходить отзывы от региональных законодательных собраний. Значит, давайте еще раз скажем о том, что эти сроки рассылки и сама процедура рассылки и получение отзывов от региональных законодательных собраний не являются какой-то особой отдельной чрезвычайной процедурой. Не являются инициативой спикера. Не являются широким общественным обсуждением. А являются стандартной регламентной процедурой, необходимой по закону и по думскому регламенту при обсуждении законопроектов совместного ведения. А это как раз законопроект совместного видения. Более того, эти самые отзывы региональных ЗАГС-собраний не влияют напрямую на дальнейшую судьбу законопроекта. Регионы не обязаны эти отзывы подавать. Это их право, но не обязанность. Дума их учитывает, но если они все будут отрицательные, это не препятствует рассмотрению и принятию в первом и последующих чтениях. Такого рода процедура с препятствием при определенном проценте отрицательных отзывов регионов существует в случае с конституционными поправками, но не в случае со всеми остальными федеральными и федеральными конституционными законами. Как же принципы федерализма? Принцип федерализма состоит в том, что регионам позволяют, так сказать, заранее знать, что им готовится, и они могут высказать свое мнение. Предполагается, что это мнение будет влиятельно для их представителей в Думе, для депутатов, избранных по соответствующим частям партийных списков, соответствующим региональным частям и по одномандатным округам в этих регионах. Что у нас с отзывами происходит? Что здесь может быть интересного? Я не буду перечислять регионы, это, опять же, длинные списки. На сайте Думы опубликованы отзывы по основному законопроекту о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Восьми субъектов федерации, они все положительные, и один положительный, но с условием, с условием доработки во втором чтении. Этот субъект мы назовем, это республика Коми, как всегда с севера, так сказать, приходит какая-то вольность и, опять же, политическая субъектность на севере крепчает по сравнению с югом, по крайней мере сейчас. Итак, все отзывы положительные. Таких инцидентов, как с Татарстаном и законопроектом о региональной власти, о нем мы тоже скажем пару слов, не случается. А те отзывы, которые просто положительные, не содержат никакой аргументации, Коми предлагает ряд поправок, которые связаны как с учетом прав местного самоуправления, так и с учетом особенностей труднодоступных мест, в которых нет интернета, и вообще трудно там на оленях как-то доскакать, довезя этот самый. QR-код. Значит, при этом, поскольку мы знаем, как проходили обсуждения в законодательных собраниях, мы видим эти довольно бурные баталии. Как там это происходит? Значит, неизменно законопроекты одобряются силами депутатов от Единой России. Депутаты от КПРФ «Справедливая Россия» и новых людей там, где они есть, голосуют против, иногда это принимает довольно бурные формы, как в Саратовской областной думе, там с депутатом Бондаренко знаменитым, и в иных областных думах, где довольно много депутатов от КПРФ, то там это всегда происходит. Они приватизировали этот протест? Они присоединяются к этому протесту. Ну, слушайте, а можно, так сказать, еще новые люди его тоже пытаются приватизировать. Как мы сейчас вам расскажем, протеста много на всех хватит. Тут можно на этот счет особенно не беспокоиться. Какова аргументация «за»? Это не безинтересно. Значит, ну, главная аргументация – это, типа, люди умирают, надо же что-то делать. По-моему, в Саратовской как раз облдуме депутат Бондаренко принес пачку писем, которые ему пишут возмущенные граждане, а депутат Единой России принес пачку свидетельства о смерти. Ну, все, кто умер, они, конечно, поддерживают позицию Единой России, это понятно. Но, то есть, этот тип аргументации, так сказать, от Хоменем, аргумент к человеческому. Вот, смотрите, что творится, как же вы можете быть против тех мер, которые помогают сократить смертность. Второй тип аргументации, интересный, он, так сказать, в сторону федерализма. А некоторые спикеры и депутаты Единоросска законодательных собраний говорят, что, смотрите, какой-то замечательный законопроект, который, наконец, институциализирует полномочия губернаторов. До этого они просто были должны всем этим заниматься, а теперь это будет прописано в законе. У них будет больше прав и возможностей, хотят вводят, хотят не вводят. Надо сказать, что, учитывая содержание законопроекта, это справедливое довольно замечание. Но, как это давно не слыхали мы о федерализме. Значит, второй законопроект, транспортный, пока один положительный отзыв Думы Астраханской области, больше никаких нет. Значит, по поводу протестов, за которыми мы тоже с вами следим. Значит, что здесь... А, кстати, еще последний, последний субъект, о котором хочется сказать пару слов, это Москва. Москва. Столица нашей Родины. Значит, столица нашей Родины Москва в лице ее Мосгордумы. Вроде как собирался обсуждать этот законопроект, а потом выяснилось, что в плане работы на ближайшую неделю его не значится. То есть, видимо, Москва просто воздержится от этой токсичной, как нынче принято выражаться, темы. Еще раз повторю, эти самые отзывы это право, но не обязанность законодательных собраний. Значит, что касается протестной активности, она продолжает расти, ведем мы, так сказать, с коллегами-антропологами свою небольшую ведомость. Значит, у нас 247 акций за ноябрь-декабрь. На первое место среди наиболее протестных регионов вырывается Поволжский федеральный округ, обгоняет Урал, который до этого был у нас наиболее протестный. Это понятно. Значит, смотрите, опять же, почему это понятно и что именно понятно. В Поволжье в наибольшей степени эти меры уже введены, как, например, в знаменитом Татарстане, в Волгограде тоже. То есть, там это уже для людей некая такая привычная практика. Вообще, эти анти-QR протесты можно разделить на две группы. Это протесты против уже введенных мер и протесты против именно этого законопроекта. Иногда они совпадают, иногда нет. В Москве протестов меньше, потому что в Москве QR-кодов-то никаких нет. Вот как раз незадолго до нашего эфира спикер Государственной Думы сказал, что сотрудников аппаратов и депутатов не будут проверять сна QR-коды, потому что у них и так уровень иммунитета вообще зашкаливает. Никто так не здоров и бодр, как депутат и сотрудник аппарата Государственной Думы. Да. Поэтому их проверять не будут. Значит, мы говорили с вами в прошлый раз, что наиболее популярные жанры – это видеообращение к президенту, сбор подписей против. И новый, так сказать, жанр, трудно обозначаемый – это, так сказать, перформансы в публичных местах. Как это можно назвать? Например, подходить к какому-нибудь там публичному зданию, к месту, где заседает законодательное собрание региона, кому-нибудь в приемную пытаться, значит, набиться. А количество таких акций, в общем, возрастает. Можно их назвать блокировкой общественных мест. Восемь штук мы, что называется, насчитали. А последний вопрос, который приходит в голову – это стоит ли за этим какая-то структура. Все мы нынче конспирологи, кроме тех, которые параноики, а иногда бывает и то, и другое. Поэтому, конечно, хочется подумать, кто же за этим всем стоит. Вот, смотрите, по всей стране возникают такие акции. Ну, видны коммунисты, конечно же. Там, где, например, проходят эти митинги, эти протесты в виде встреч с депутатом, этот депутат обычно будет коммунист. Как вы сказали, попытка, если не приватизировать, то, так сказать, присвоить себе, присвоить чужой восторг, чужую грусть, со стороны КПРФ видно, со стороны Справедливой России видно не меньше. Значит, новые люди, опять же, как я сказала, голосуют против, но публичных каких-то мероприятий, насколько мне известно, не проводят. И существует также некоторый конгломерат консервативных организаций, про которые не очень понятно, что это такое. То ли это, скорее, там, форумы, интернет-платформы, телеграм-каналы и коллективные чаты, то ли это что-то более похожее на наше традиционное представление о партии или об общественном движении. Кто это? Это, например, 40-40-ков небезызвестные. Мне они стали известны по, так сказать, их чрезвычайно успешной борьбе... ...против закона о домашнем насилии. Возможно, да. Значит, это вот... Они, кстати говоря, собирают какие-то всенародные подписи, обращения к Путину против, опять же, закона о QR-кодах и за отставку правительства. Что интересно. Антинародное правительство в отставку. Есть также организация Всероссийское родительское сопротивление, которая забодала закон о дистанционном образовании. Прошлой весной 2020 года. И которая тоже действительно, видимо, организует такого рода формы коллективного сопротивления, как комментарии в Инстаграме обращения, массовая рассылка обращений, одиночные пикеты, хотя пикеты больше любят КПРФ. Вот эти вот структуры, они любители именно сетевых методов, так сказать, политической борьбы. А здесь мы прерваемся на новости и короткую рекламу. Оставайтесь с нами. 21.30 в Москве. На эхе краткие новости в студии Ирина Кучеренко. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поручили продолжить диалог Москвы и Вашингтона по Украине, сообщил Белый дом по итогам двухчасовых переговоров глав государств. Отмечается, что Байден заявил российскому коллеге об обеспокоенности США и их союзников в связи с концентрацией российских сил близ Украины, призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии, а также предупредил о сильных экономических и иных мерах в случае военной эскалации. Отмечается, что главы государства также обсудили диалог по стратегической стабильности, по киберпреступлениям и совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу региональных управлений ведомства за возросшее число оправдательных переговоров. Особенно тревожные по этому показателю он назвал в ходе оперативного совещания ситуацию в Красноярском крае, Хакасии, Калужской и Костромской областях. Как отмечается на сайте СК, работа управления в Татарстане Бастрыкин подверг серьезной критике. Глава СК отметил, что большинство оправдательных приговоров выносятся по уголовным делам о преступлениях против личности и присяжными. Как напоминает Новая газета, в этом году в суды было направлено свыше 73 тысяч уголовных дел в отношении более 82 тысяч обвиняемых. При этом оправданы были менее 1% подсудимых. Число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию нарастает день за днем. 24 человека госпитализированы, около 100 находятся в обсерваторе с подозрением на инфекцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, каким штаммом заражены прибывшие устанавливается, пока новый вид коронавируса омикрон выявлен у двух человек, вернувшихся из Южной Африки. В Москве ожидается облачная погода, небольшой снег, ночью 0-3, днем минус 6-8 градусов. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы». Замена на поле. А мы с вами еще немножко продолжим. Да, мы должны продолжить рубрику. У нас много еще задуманного. Немножко, немножко украдем времени у последующих рубрик. Опять же, Максим Курников особенно не любил нарушения регламента. Вы как-то либеральнее в этом отношении. Чем я и пользуюсь? Это все так. Максим все-таки преподаватель. Да. Да, я вольный слушатель. Звонок на урок для ученика с урока для учителя. Все любопытствуют, что у нас за кони привередливые. Мы объясним про коней, когда до них дойдет время. Все в свое время будет вам понятно, дорогие слушатели. Спойлеры, подумала я в учебном процессе. Гораздо вреднее, чем при просмотре кино. В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». 21.34 в Москве продолжается программа «Статус». Как всегда, на своем месте Екатерина Шульман. И сегодня ассистирую я, Никита Василенко. Смотрите нас на Ютьюбе и в Яндекс.Дзене. Но мы все еще продолжаем нашу первую рубрику «Не новости, но события». Да, есть некоторые вещи, о которых нам надо будет досказать. Мы до перерыва говорили о, так сказать, антиограничительных протестах, о протестах против введения QR-кодов. Надо нам с вами посмотреть, как это выглядит, так сказать, в зеркале общественного мнения, в зеркале репрезентативных количественных, так называемых, опросов. Насколько действительно непопулярна обязательная вакцинация и насколько непопулярны QR-коды. Смотрите, опросы, в данном случае мы пользуемся данными социологического центра Левады. Иностранный агент, я напомню. Дай бог им здоровья. Значит, подтверждают высказывавшуюся нами мысль о том, что антиваксеры и, так сказать, антиограничители – это совершенно разные люди. И отношение к этим двум темам разное. Значит, что касается вакцинации. Вот смотрите, вот у нас есть опрос, как вы относитесь к идее всеобщей обязательной вакцинации. То есть не просто любите ли вы, так сказать, вакцину, а как насчет обязательной вакцинации. Значит, ее поддерживают на ноябрь 2021 года полностью 21%, скорее поддерживают тоже 21%. В июне цифры были очень похожими – 20 и 18, соответственно. То есть тут не изменилось. Не поддерживающих обязательную вакцинацию 19% как было в июне, так и осталось в ноябре. И совершенно не поддерживающих, то есть те, кто категорически против, 39% было в июне и 35% в ноябре. То есть, смотрите, поддерживающих чуть-чуть стало больше, хотя, что называется, в пределах статистической погрешности. Не поддерживающих совершенно чуть-чуть стало меньше. По-прежнему группа совсем не поддерживающих больше, чем любая другая отдельная группа. Но если сложить 21 и 21, в состоянии мы это сделали, получится 42% людей, которые относятся в общем положительно к этой идее. Если мы посмотрим отношение к вакцинации как таковой, то есть вопрос «сделайте, не сделайте, уже сделал», то мы видим картину интуитивно понятную. Рост числа тех, кто уже сделал, и, кстати, снижение числа тех, кто совсем не готов это делать. Другое дело с электронными пропусками, с этими самыми двухмерными штриховыми кодами. 76% отрицательно относятся к идее пропуска в общественном транспорте. А, значит, общественные места 50% против, 17% скорее против, 30% за введение QR-кодов для посещения чего? Ресторанов, музеев, торговых центров, массовых мероприятий. То есть, смотрите, тут консенсус в общем есть. 76% это не шутки, это солидарное большинство. Значит, 50% против вообще, где бы то ни было, в том числе и в публичных местах, но тут, что называется, еще можно, можно еще что-то, так сказать, увидеть, какой-то общественный раскол. С транспортом никакого раскола не наблюдается. Значит, что касается отношения к протестам против введения QR-кодов. Опрашивающие пытались выяснить так называемую протестную готовность. То есть, ожидание, ожидаете ли вы, что в вашей, так сказать, местности будут такого рода протесты? Значит, что у нас граждане об этом думают? 51% считает, что не будет таких протестов. 43% считают, что они вполне возможны. И следующий вопрос. Примите ли вы участие? 72% говорит, нет, ни в коем случае. Значит, 25% говорит, вполне возможно. Оставшиеся считают это маловероятным. Что здесь любопытно? Любопытно сравнить эти данные с данными по протестам вообще. То есть, когда людям задают тот же самый вопрос по протестам на экономической почве. Если в вашем регионе будет вот такой протест в связи с уровнем жизни, в связи с экономическими причинами, возможен ли он и пойдете ли вы туда? Значит, на последние данные, которые я обнаружила, это конец августа 2021 года, возможными экономические протесты считают 26%, а приняли бы в них участие 24%. То есть, смотрите, что любопытно. Количество желающих принять участие, так сказать, бузотеров потенциальных, приблизительно равное. Какова бы ни была тема. Значит, я сразу должна сказать то, что мы уже говорили. Прямой корреляции между тем, как человек отвечает на такой вопрос, и его поведением нету тем. Люди не протестуют в большинстве своем из удовольствия протестовать. Поэтому трудно, сидя дома, предположить, как ты поведешь себя, если случится что-то, что тебя раздражает. Но гораздо выше, намного выше ожидания протестов против QR-кодов. Смотрите, 51% считают, что вот там, где я живу, такой протест... Такой протест... Прошу прощения, 43% считают, что этот протест вполне возможен. Маловероятным его считает 51%. По сравнению с 26%, которые считают возможным протест по экономическим соображениям, это довольно значительная разница. Значит, о чем еще мы с вами быстро скажем и перейдем к нашим традиционным рубрикам. Значит, законопроект об организации публичной власти, известный законопроект о губернаторах. Значит, на 9 декабря поставлен на второе чтение, подвергся значительной правке, как и обещалось. Значит, запрет на президентов остался, но целый ряд других послаблений губернаторам оказался принят. Мы об этом скажем, когда, я надеюсь, в следующий раз, уже по итогам второго чтения расскажем, чем версия второго чтения отличается от первой. Значит, также принят во втором чтении по законополиции, по правке в законополиции, мы об этом в наших эфирах много говорили. Там в виде компромисса оттуда убрали право полицейских стрелять, значит, в случае, если они там подозревают опасность для себя. А для чего же они еще работают? Действительно, что за это самое, что за служба без стрельбы? А, значит, опять же, СМФ фильм «Основной инстинкт», который кажется как раз ровно об этом, о неправильном законе о полиции. А у нас с вами более правильный закон о полиции. И освобождение полицейских от ответственности за правонарушения, совершенные при исполнении служебных обязанностей. Это убрали. Все остальное, значит, личный осмотр, проникновение в жилище, вскрытие автомобиля. Это все у нас осталось отцепление жилых домов, например, и всяких мест массовых мероприятий. Это у полиции появилось. Третье чтение ожидаем в скорости. И, значит, два законопроекта, которые не дошли до Думы и находятся в нашем любимом сайте regulation.go.ru, о которых мы с вами тоже говорили. Законопроект Минюста о закрытии колоний, помните, да? Значит, по самым разным основаниям, в том числе и в случае эпидемии. Карантин, запрет на встречу с адвокатами, запрет на передачу, на свидание с родными. 7324 дизлайка на сегодняшний момент на странице этого законопроекта. Минюст в ответ на обращение адвоката из организации «Общественный вердикт» ответил, что мы его дорабатываем. Он типа нужен, но мы его доработаем. Значит, пока что называется, отползли. Есть другой законопроект, о котором говорили нам, сообщали наши крупнейшие благотворительные фонды. Это проект постановления правительства, разработанный Минздравом, известный как «Второй лишний». Он предполагает, что если в аукционе по закупке лекарств присутствует законопроект, полностью разработанный от молекулы до производства российским производителем, то он автоматически становится победителем. Препарат, препарат. Препарат, законопроект. Господи, боже мой, извините. Препарат, то он автоматически становится победителем, не нужен никакой ему там второй или третий конкурент. Как вы понимаете, фонды, защищающие права пациентов, встревожены такого рода законотворчеством, потому что это оставляет их без альтернативы на закупку какого-то другого препарата. Значит, что здесь интересно именно для нас, как-то с нашей фиксацией, я бы сказала, на законотворческом процессе. Смотрите, это первый известный мне случай, когда сторонники законопроекта попытались тоже нагнать, мы не будем говорить ботов, может, людей живых, для того, чтобы на регулейшн ставить лайки. Обычная ситуация, вот как с колониями, да, 7 тысяч дизлайков, 7 лайков. А тут, что мы видим, 3100 лайков, 3500 дизлайков. Практически боевая ничья. Ну, с некоторым перевесом в сторону противников, но тем не менее. То есть, о чем это говорит? Помните, в прошлый раз меня слушатель спросил, а вот что будет с этим регулейшн, раз мы научились так хорошо им пользоваться? Пока вот такое. Значит, почему там в СИН с Минлюстом поленились воспользоваться средствами электронной защиты, а Минздрав решил все-таки этим заняться? Большие деньги, большая фарма, да, деньги гигантские совершенно в этой области находятся. Поэтому тут можно и постараться и поставить, попросить кого-нибудь, доброго человека, поставить лайк. Соответственно, раз такая битва за лайки, значит, это важно. Поэтому, граждане, принимайте участие в обсуждении проектов на регулейшн гофру. Ну, а мы двигаемся дальше, к следующей рубрике. По понятиям. Настало время раскрыть тайну, что же у нас изображено на доске. Да, а также, как известно, вернуть понятиям их первоначальный смысл. Мы с вами продолжаем, в общем, находиться на букве А, иногда мы не считаем нужным связывать себя алфавитным порядком, а иногда считаем. И сегодня хотим мы поговорить о том, что такое антиутопия и апокалиптическое мышление одновременно, поскольку это связанные понятия. Поэтому у нас тут на доске изображены такие маленькие, несколько игрушечные, но все-таки всаднички апокалипсиса. Маленького такого апокалипсиса. Есть ли от него какой-нибудь уменьшительный вариант этого слова. Значит, а что нам тут с вами важно в нашем, так сказать, социально-политическом контексте? Прежде всего, давайте все-таки скажем про этимологию. С нее мы всегда начинаем. Значит, апокалипсис – греческое слово, обозначающее снятие покровов, раскрытие или в традиционном термине откровение. Значит, первоначально это название одной из последних из книг Нового Завета «Откровение Анны Богослова», собственно, первое слово этой книги. Подразумевается конец света в традиционном употреблении, значит, вот некий какой конец времен. Что касается антиутопии, у нас с вами было слово «утопия», когда мы шли первый раз, так сказать, букварь наш изучали, то дошли мы до утопии и про нее говорили. Значит, антиутопия, опять же, греческая приставка «анти» означает «против», утопия – слово, изобретенное Томасом Мором, который был у нас в рубрике «Отцы», это утопия, не место. Топос – это место, топография, да, может быть, понятный вам термин. То есть это немножко анти-не-место, то есть такое довольно корявое слово, если перевести его буквально. Итак, что такое антиутопическое и апокалиптическое мышление? Значит, вообще есть два способа смотреть в будущее. Способ прогрессивский и способ апокалиптический. Прогрессивский способ смотреть в будущее предполагает, что человечество непрерывно развивается, соответственно, прогрессирует, жизнь становится по ряду значимых параметров лучше, и так будет продолжаться до бесконечности, пока оно не достигнет некоего социального идеала. Под этим социальным идеалом может подразумеваться коммунистическое будущее, светлое коммунистическое завтра. На таком взгляде на историю строилась, так сказать, классическая, принятая в советском образовании, марксистско-ленинская теория истории. Первобытный общинный строй сменяется, значит, травовладельческим, потом феодальным, потом капиталистическим, империализм в высшей стадии капитализма, а там, значит, социализм и коммунизм, и все, конец времени. Некоторым инвариантом этого взгляда является утопия либеральная, или известный конец истории по фукуями. Человечество развивается и развивается, пока оно не доразвивалось до наилучшего порядка вещей, а именно либеральной демократии, и в ее лоне упокоятся все народы. Это, так сказать, мышление одного типа. Мышление другого типа, его еще называют мышлением золотого века, или, собственно, апокалиптическим, предполагает, что золотой век был в прошлом, а не в будущем. Общество было, так сказать, простым и мирным, люди немного о себе понимали, и жили вот в этом самом первоначальном раю, либо в раю буквальном, в религиозной схеме, либо в некоем раю естественного человека, не по гобцу, мы уже с вами знаем, что такое естественный человек по гобцу, а по Жан-Жаку Руссо. Благородные дикари вот так, значит, замечательно жили. Потом почему-то цивилизация их испортила, сами они себя испортили цивилизацией или как-то иначе, и жизнь становится все хуже и хуже, общество становится все сложнее, жизнь человеческая полна грехом и страданием. Так будет продолжаться по мере накопления этих самых грехов, пока не настанет царство антихриста, если вы, так сказать, принадлежите к традиционному христианству, какая-то финальная битва или это самая антиутопия, описанием которой полна антиутопическая литература и в наше время еще и кинематограф. То есть будет все плохо-плохо-плохо, пока человечество окончательно не погибнет. Значит, надо сказать честно, что вариант Иоанна Богослова представляет собой некоторую, так сказать, некоторую гибридность. То есть, с одной стороны, человечество развивается от плохого к худшему, опять же, накапливает это самое бремя грехов. Приходит антихрист, правит сколько-то времени, Гога и Магога бьются на равнине Армагеддона, реки становятся кровью, в общем, происходит бог знает что. После этого происходит второе пришествие, антихрист побежден, низвергнут, и наступает золотой век, конец света, но не в том смысле, что все умерли от экологической катастрофы, а в том смысле, что, значит, вот все плохое закончилось, и настали новая земля, новая земля и новые небеса, и жизнь стала совершенно опять райской. То есть, история таким образом закольцовывается. Современное антиутопическое мышление предполагает несколько оснований, по которым человечество может прийти к своей погибели. Значит, каждая из них в той или иной степени популярна, в том числе и в массовой культуре, какова является важным индикатором массового же сознания, поскольку одновременно откликается на нее, будучи коммерчески обусловленной, и влияет на нее, будучи, что называется, массовой. Итак, от чего же может погибнуть человечество? Значит, ну, во-первых, популярной версии о порабощении людей искусственным интеллектом или машинами. Но как же Айзек Азимов, который прописал нам? Вот именно в предотвращении этого Азимов испорулировал свои знаменитые три закона робототехники. Тогда боялись роботов, сейчас боятся больше искусственного интеллекта или совсем новенькая, так сказать, искусственного интеллекта и нейросети, которые занимаются слежкой и контролем за людьми. Кроме того, человечество может погибнуть от экологической катастрофы. Это вот, кстати, очень религиозный тип опасений, потому что это именно накопление бремени грехов. Слишком много потребляли, слишком много кушали, мусора накидали, погубили землю. Или, как считал Мальтуз, значит, человек размножается слишком интенсивно и придет к перенаселению земли. Значит, ну, кстати говоря, последние демографические тенденции говорят нам о том, что тут, может быть, опасаться-то надо было не того. Значит, далее. Человечество может погибнуть от войн. Это было популярно тогда, когда боялись ядерной войны. А потом как-то стали опасаться этого меньше, потому что большие страны уже друг с другом более или менее не воюют. Но с чего мы начали наш сегодняшний выпуск? Сегодня, да, встретились два замечательных человека. Да, совершенно верно. Приближает ли нас это к апокалипсису? Или, наоборот, так сказать, отводит стрелку часов судного дня назад? Так сразу и не поймешь. Значит, еще один вариант – это изобретение какого-то зловещего вируса, который всех убьет. Либо вариант, так сказать, рассказа служанки, какой-то бесплодия, которое обуяло человечество. И в связи с этим некоторое тоже наступление антиутопии. И пятый, по-моему, пятый последний вариант – это наступление на земле зловещей диктатуры. Вариант Оруэлла «1984». Произведение, которое наиболее прямо ассоциируется с антиутопией. Первое, которое возникает в нашей памяти, когда мы говорим об антиутопии. Значит, завершая этот безрадостный обзор, надо сказать следующее, что и первый вариант мышления, так сказать, прогрессистский, оптимистический, и второй – пессимистический, апокалиптический – как-то предполагают, что история все же остановится. В дурном или в хорошем. Все, что мы знаем о человечестве, все, что мы знаем о социуме, о социальных процессах, говорит нам, что они не заканчиваются никогда. Ну, все равно, так или иначе, мы все умрем, а перед этим успеем послушать следующую рубрику. Отцы великие теоретики и практики. Наш сегодняшний отец прямо-таки пророк-практик. И, с другой стороны, и теоретик, поскольку практической политической деятельностью он не то чтобы занимался, хотя близок к великим мира сего был. Это человек, который, опять же, как Орел ассоциируется с антиутопией, вот он ассоциируется с пророчествами и с прогнозами. Это Мишель Нострадамус. Как он называл сам себя, так сказать, латинизируя свое имя для придания себе, видимо, более ученого вида. Значит, кто это такой? Это французский астролог, врач и, так сказать, автор книги пророчеств, который прожил он 62 года. Для той эпохи неплохо. Что это была за эпоха, почему это неплохо? Значит, родился он в 503 году, в 1503, умер в 1566. Что это за исторический контекст? Давайте вспомним, что там, собственно говоря, происходит. Это царствование, если мы говорим о Франции, где он, собственно, жил и где и умер. Это царствование Генриха II. Династия Влуа. Это Влуа. Затем сына его, молодого короля Карла IX. Это Екатерин Медчи, о которой мы еще упомянем, которая была его покровительницей, так сказать, поклонницей его творчества. С одной стороны, умерший в 66 году Нострадамус, что называется, до худшего не дожил. Например, до Варфоломеевской ночи, до Гражданской войны, которая разорвала Францию на части. Тем не менее, ему досталось тоже много всего хорошего. Ну, например, непрерывные эпидемии чумы, которые, как мы увидим, сыграли в его биографии важную роль. Он, скажем так, старший современник Мишеля Монтейня, если вот вам нужно восстановить в памяти эту эпоху. С одной стороны, царствование Генриха II это такой некоторый золотой век, особенно в свете того безобразия, которое началось после этого. Это такой прекрасный двор, это французский гуманизм, это рассвет искусств, в том числе изобразительных. В общем, это красивое, вызывающее симпатию время. Опять же, кто читал «Принцессу Клевскую», «Мадам де Лафайет», там вот это вот все как раз жизнерадостно описано. Хотя, по-моему, больше по романам Дюма наши современники представляют себе какую бы то ни было историческую эпоху. Так вот, начиная с вами, Мишель Нострадамус. Обучался медицине, обучался в университете. Что интересно, из университета был изгнан, когда стало известно, что он работает аптекарем за нарушение, так сказать, закона о статусе депутата. Практически ручной труд был неприемлем для студента благородного университета. Да, значит, таким образом из университета Монпелье его, значит, выперли. Значит, он к вопросу о чуме из предыдущего своего места учебы был вынужден уйти, когда они закрылись из-за чумы, и от чумы умерла его первая жена и двое детей. Он потом женился, повторно имел детей. Много, шесть штук. Вот, но вот, так сказать, первая его семья таким трагическим образом погибла. Он, это, видимо, как-то усилило его интерес к медицине. Он был известен тем, что изобрел так называемую розовую таблетку, которая якобы должна была от чумы спасать. Вообще вот эти вот периоды эпидемии, они, как вы понимаете, усиливают интерес ко всему оккультному, сверхъестественному и мистическому. И таким образом, значит, постепенно отойдя от медицины, в которой связь между твоим действием и результатом как-то более видна, он перешел к, так сказать, менее затратному ремеслу астролога и автора пророчеств. Значит, с точки зрения, опять же, политической, он всю жизнь находился, если не в конфликте с Священной Инквизицией, то в некотором страхе того, что его привлекут. Он был из семьи крестившихся евреев, то есть его семья стала католиками еще до его рождения, но, тем не менее, что называется, смотрели религиозные власти на него косо. Отступники. Есть такое дело. Пару раз у него возникали проблемы. Один раз, что он про статую Девы Марии что-то не то говорил. Его даже там подвергли временному аресту, в общем, за оскорбление чувств верующих. Как-то вокруг него все время ходили. Он по этому поводу испытывал разные опасения и стремился, видимо, как я понимаю, так сказать, прислониться к какой-то высшей власти для того, чтобы обеспечить себе хоть какой-то уровень безопасности. Правда, надо сказать, когда его полюбила, как автора пророчества, это самая Екатерина Медичи, очень мистически настроенная королева, некоторые приписывают ее итальянскому происхождению, но она верила преданиям простонародной старины, как Татьяна Ларина, а вот этих самых астрологов тоже всячески уважала и заценила таланты Нострадамуса. Так вот, когда его, так сказать, вызвали ко двору, он решил, что его арестовывать хотят, но потом оказалось, что наоборот все очень здорово. Он был назначен королевским медиком и астрологом. Это его высшее карьерное достижение. Значит, вот последний пост, который он занимал, прежде чем умереть, умер он от подагры, а вовсе даже не от чумы. В эти самые свои 62 года. Значит, чем он остался памятен в веках? Своей книгой Центурии, которая содержит предсказания на несколько сот лет вперед, сто столетий, обещал он, значит, попредсказывать, путем писания квадренов французских четырех стишей. Значит, кроме того, он создавал и, так сказать, более прикладные астрологические пророчества. Есть у него книга, ну, собственно, пророчества. Кроме этих самых Центурий. Что они содержат? Почему они так, так сказать, въелись в душу человечества? Настрадамус обладает классическими признаками успешного пророка. Все его пророчества туманны до последней степени. Две армии вступят в битву, но только одна из них победит. Да, перейдя через реку, разрушишь великое царство. Известно, особенно вот последние, опять же, годы, много было разговоров про его пророчество про 99-й год, что в 1999 году какой-то там царь ужас сойдет с неба, помните, да? Значит, предполагалось, что он предсказал гибель Генриха Второго, который умер при экзотических обстоятельствах на турнире. Значит, когда осколок копья ему в глаз, значит, попал, проникнув в щель, в его забрали. Значит, последний, так сказать, французский король, который таким образом умер, можно сказать, на поле битвы, хоть и игрушечный. Опять же, предполагается, что у Настрадамуса было на этот счет пророчество. Другие исследования показывают, что оно было опубликовано после того, как Генрих Второй уже скончался. Ранее неизданное. В общем, хотите быть пророком, выражайтесь, как советовал Наполеон, не пророком, а как раз законотворцем, пишите кратко и непонятно. Будьте максимально туманны и зловещи, и ваши предсказания всегда будут в цене. Также пользуйтесь методой Настрадамуса, никогда не старайтесь приурочить свое пророчество какой-то дате. Вроде бы он вот эти сто столетий это описывал, но он пользовался чрезвычайно сложной календарной системой и до сих пор исследователи спорят, какой год у него как подразумевается. Потому что он считает от Рождества Христова, а также по лунным годам, а также еще каким-то замысловатым образом, поэтому это 1999, может, вовсе не 99, может, его надо считать как-нибудь иначе. Надеюсь, нас слушает новая Настрадамус и примет это к сведению, ну а мы двигаемся дальше. И тоже станут королевскими медиками. Я снова. Вопросы от слушателей. Вопросы от слушателей сегодня у нас накопились в большом количестве. Но успеем мы ответить. Мы успеем, да. Дай бог. Итак, Андрей Клешнин спрашивает наш пользователь Екатерина Михайловна. Означает ли активная борьба против закона об иноагентах, что гражданское общество в России вышло на более высокий уровень? Стоит ли ожидать продолжения подобных кампаний или это просто в течение обстоятельств, связанные с новой думой и инерцией выборной мобилизации? Давайте не говорить, губ пока не перепрыгнули. Действительно, есть признаки того, что какие-то изменения в закон об иноагентах будут внесены, победой гражданского общества была бы и будет отмена этого идиотического законодательства, тем не менее, то, что вообще зашла беседа о том, что надо бы там что-то поменять, это уже большое достижение, в том числе каждого из вас, дорогие слушатели, кто подписывал, например, петицию, которая у нас уже перешла за 250 тысяч голосов. Значит, никакие внутриэлитные переговоры не идут в отсутствии публичного давления. Значит, в высоких, так называемых, кабинетах начинают о чем-то задумываться, когда стеклышки у них звенят от того, что снаружи там что-то происходит. Ну и, кстати, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале, так скажем, недискриминационное, в том смысле, что повальное, тотальное, ковровое применение этого законодательства привело к образованию коалиции, заинтересованной в этих изменениях. Когда они приставали только к каким-то отдельным региональным активистам, всем казалось, что это законодательство вроде как даже может и ничего, и в Америке такое же, давайте будем продолжать его применять. Когда начали страдать крупные структуры НКО, когда начали страдать такие СМИ вроде Росбалта, которые ни сном, ни духом не считали себя оппозиционными, а наоборот считали себя страшно системными, то, так сказать, зачесались, ненаучно выражаясь, те люди, которые могут иметь влияние на принятие решения. Таким образом, так называемый раскручивающийся маховик репрессий сам себе создает и оппозицию. Пользователь Твиттера Михаил Михаил спрашивает по следам предыдущего эфира. Екатерина Михайловна, вы столько говорите о том, что агрессия приобретаемое свойство, но как быть с эволюционным отбором? Ведь развитие животного и живого строится на непрерывной внутривидовой борьбе за право передать лучшие гены. Чего бы человеку, как вершине эволюционного отбора, быть каким-то иным, если вся суть эволюции строится на доминировании над собратом? Суть эволюции и победа в викторине Эминдарвина состоит в том, что вы передаете свои гены потомству, то есть не просто заводите детей, а доращиваете их до того возраста, когда они сами могут иметь детей. Я, кстати, не так давно это поняла в своих, так сказать, генетических студиях, что, собственно говоря, мало родить детеныша. Надо его еще дорасти до некоего минимального порога социальной зрелости. Настоящий выигравший в лотерею это тот, кто видит внуков. Вот он передал свои гены потомству, след его не затеряется. Нужна ли для этого агрессия? Чем она вам поможет выкормить своих детей? Не очень она вам поможет. Некоторый элемент агрессии, как мы говорили в прошлый раз, необходим даже для того, чтобы чем-нибудь откусить и переживать, но вам нужно устойчивую пару образовать, во-первых, потому что вы в одиночку не справитесь с этой эволюционной задачей. Во-вторых, вам нужно наладить некоторые социальные связи, потому что даже парой вы своих детушек не вырастите. Поэтому нет, извините, агрессия тут скорее мешает, чем помогает. Я, пользуясь случаем, скажу, что в 23 часа в программе «Неудобно» у нас будет тема «Если б я был султан, русские многоженцы». Поэтому это очень ложится в контекст этого вопроса. Ну, а мы прощаемся с нашими слушателями, зрителями. Я напомню, что это была программа «Статус», как всегда на своем месте Екатерина Шульман. Ну, а сегодня ассистировал я Никитой Василенко. И сразу после нас заслуженные эксперты программы «Кейс» Юрий Кабаладзе Юлий Гусман во главе с Любой Комаровой ворвутся в эфир. Ну, а после полуночи, как всегда, на своем месте Иосиф Рахельгаус со своими байками. Оставайтесь с нами. Это «Эхо Москвы». Спасибо.